В рамках встречи сертификаты о повышении квалификации вручили трём многодетным мамам, прошедшим обучение в этом году. Одной из участниц программы стала Наталья Решетилова. У неё четверо детей. Раньше она работала на кабельном заводе, сейчас задержит небольшое подсобное хозяйство, выращивает кур и уток. Обучалась она во Владимирском аграрном колледже, в основном дистанционно. Раз в неделю ездила на занятия, либо на практику. Такое обучение для себя считает полезным. Массу информации новую почерпнула, даже для себя, для своего хозяйства. И применила уже на практике, и результат не заставил себя ждать, кстати. Увеличилась яйценоскость у наших птичек, и вообще вид изменился. По кормлению особенно, вот вопросы для меня актуальны были. Также в ходе встречи представитель Департамента труда и занятости населения обсудили с приглашенными итоги работы коллективного офиса. Он в Кольчуге наоткрылся весной на базе некоммерческой организации «Дом добра». Оборудование, два ноутбука и многофункциональные устройства приобрели на средства областного гранта. Оборудовали и детскую игровую комнату, чтобы мамы могли приходить на учебу вместе с малышами. Для Владимирской области это уникальный опыт, и он будет продолжен. Наши мамы получили новую для себя профессию – это птицевод. Будем развивать подсобное хозяйство, включать их в сельхозкооператив, который мы открыли, который называется «Деревня добра». Будем трудоустраивать. Это только начало, планируется еще двое в течение последующих двух месяцев, и тиражировать будем в следующем году. Кроме Кольчугина, коллективные офисы во Владимирской области организованы в 17 центрах занятости. Они открылись в декабре прошлого года. За первый месяц работы в них прошли обучение более 200 женщин. Из них большинство состояли на учете в центрах занятости. В них женщины, воспитывающие дошкольников, могут повысить квалификацию, открыть свое дело или пройти переобучение по востребованным на рынке труда специальностям. Обучение проходит бесплатно. В рамках национального проекта «Со средства федерального бюджета» мы обучаем с 2020 года. Этот проект будет реализовываться до 2024 года. То есть на обучение женщин возмещаются либо затраты работы дателям, либо мы прямые договоры заключаем с образовательной организацией и учим женщин по востребованным профессиям. Всего же в этом году в рамках нацпроекта «Демография» во Владимирской области прошли обучение по различным специальностям порядка 130 женщин. До конца года реализация программы будет продолжена. Специалисты коллективных офисов помогут мамам, воспитывающим детей до 7 лет, не потеряться в современных реалиях на рынке труда, самореализоваться, профессионально развиваться и получать реальный доход. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова